10 февраля концертно-театральный центр «Югра Классик» приглашает вас поговорить и попеть о любви с любовью. И в нашей студии любвеобильная Кристина Стяжкина, художник-руководитель ансамбля русской песни «Млада» и саксофона «Люб» и саксофона «Вет» Олег Боровков. Доброе утро! Доброе утро! Итак, о любви поют уже тысячелетиями. Вот ваш концерт будет как-то отличаться? Нет, совершенно не будет. Любовь – это имя. Просто вы поете о какой-то «Любовь». А я какой-то конкретной женщине? Ну, конечно же, мы поем не о конкретной женщине, мы поем о любви вообще, как проявлении чувства. И наш концерт, конечно, будет отличаться, потому что это светомузыкальное шоу, это некий творческий эксперимент двух замечательных коллективов, которые решили поработать вместе. Сейчас ты говоришь про свой и про коллектив, Олега. Обожаю я всегда. Самохвалов у нас в студии. И так? Манья, Мальяк! Да-да-да-да, так. И будут в концерте достаточно популярны известные песни, в чем будет, скажем так, наша фишка, потому что эти песни, как правило, исполняются сольно, а мы же их представим в ансамблевом исполнении, ну и, соответственно, в оригинальных каких-то аранжировках, не только вокальных, но и инструментальных. Кристина, почему тема любви-то? Столько красивых девчонок у тебя в коллективе. Чего-то не хватает? Всего хватает. Просто почему бы еще раз не напомнить? Может, наоборот, переизбыток, поэтому делятся. Есть кто-то свободный? Свободный есть, но, собственно говоря, не об этом. Любви хватает, и, конечно, правильно говорить о том, что, да, переизбыток любви, наверное, хочется ей поделиться именно с публикой. Ну и, конечно же, все мы знаем, что грядет праздник у нас, День влюбленных, да, и, собственно говоря, мы посвятили этот концерт именно этому празднику. То есть тонкий намек на что-то яблочное, лейтмотив во всем концерте будет прослеживаться. Олег, трудно ли быть воином, мужским воином в этом женском поле? Ну, я же не один. Так, ну просто, я почему спрашиваю тебя, потому что все-таки на афише Млада, на афише ты, вот, ну, пока только Млада сейчас мы видим. Да, кто еще? Кто еще? Кого ты еще позвал на подмогу? На подмогу, на подмогу вся команда, это Владимир Галкин, бас, Дмитрий Макаренко, барабаны, Эдуард Бургард, всем известная гитара, и София Судина, клавиши и электроорган. То есть это твоя банда? Да. То есть это ваша команда? Итак, вот он, так сказать, салат назовем это, союз, да, несочетаемый, то есть, в принципе, народный вокал и... Джаз, Олег Боровкова. Как? Вы знаете, вот в этом проекте ансамбль Млада предстает не как народные вокалистки, не как народный вокал, то есть мы исполняем советскую эстраду, мы исполняем российскую эстраду, то есть синтез, конечно, тоже очень интересный такой, необычный. Хорошо. Но это не народный вокал. Конечно, прозвучат в концерте обработки народных песен. Так, но это стилизованное что-то? Да, стилизованное, конечно, обработки, с которых мы, собственно говоря, с Олегом и начинали два года назад свое сотрудничество. То есть это ваш не первый опыт, да, совместно? Два года назад мы просто начали, как бы, ну, тоже так экспериментировать и сделали первое произведение, нам это очень понравилось. Нам понравилось. Но не с командой. Да, не с командой, это было только с Олегом, вот. Я думаю, что Олегу тоже, в принципе, было приятно с нами работать. Ну, кто же его спрашивал, там столько девчонок, и он один. Либо да, либо... Вот, и подумали, потом появилась еще одна песня, и так подумали, а почему бы и не сделать целый концерт? Ну, конечно, немножечко видоизменив, скажем, направление свое, да, вокальное. Хорошо. Олег, все-таки желание заниматься музыкой и джазом после репетиций с Младой не пропало? Нет, просто ты человек, продвигающий джаз в югре, да, любящий его джаз. И тут просто совершенно другой ключ. Максим, мы, видишь, не будем играть практически никаких джазовых произведений. Да, ну вот, я и говорю. Да, то есть мы будем играть в эстраду и поп-музыку. Хорошо, тогда все-таки поп-музыка и эстрада, она попроще, чем джаз, да? Не появится ли желание уйти... Со сцены? Нет. Желание точно не появится. Уйти в поп-музыку? Нет, 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 нет. То есть, ну, все нормально. Репетиции проходят вообще с командой. С командой трудно было найти общий язык. Какие-то, то есть моменты, потому что, Кристина, у тебя как у руководителя свой взгляд, у Олега как у руководителя абсолютно другой. Конечно, всегда, Максим, всегда сложно. Почему? Потому что все люди, вот это как воспитание, да, все люди воспитывались в разной тусовке, да, и для кого-то это приемлемая музыка, а для кого-то не совсем приемлемая музыка. Ну, не будем показывать пальцем, да? Как вообще приходили к компромиссам? Как и удалось вот найти тут общий язык? Ну, был Махач, давайте скажем. Махач был. Был Махач. Это же наоборот создает определенный ажиотаж, ну, около концерта. Вчера был, прям, 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 чуть-чуть бы, и все, прям на сцене был бы Махач. И не был бы концертом. Да был бы концертом. Нет, почему с сингалами бы просто чуть-чуть, 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 чуть-чуть больше грима, маски, добавилось бы больше театрализации. Хорошо, итак, вот все эти восемь камер, если вы видите, смотрят на вас, давайте приглашайте. Приглашайте всех, кто только может прийти. Дорогие друзья, мы ждем вас 10 февраля, 18.00, концертно-театральный центр Югра Классик. Приходите обязательно, а любви с любовью мы подарим вам свои самые теплые и нежные чувства. Будет Млада и будет Олег Боровков с командой. Это будет что-то невообразимое, друзья. Да, Алена? Да, Максим. Можешь исполнить, как саксофон звучит? Нет. Ну что ж, друзья, обо всем на концерте приходите и увидите своими глазами. Спасибо огромное, что пришли. Прямо концертища вам, чтобы зрители хлопали, ну, минимум минут 30, не отпускали вас со сцены. После каждой песни. После каждой песни. И поэтому концерт закончится в воскресенье. Надеюсь, что с вами мы тоже увидимся на нашем концерте. Надежда умирает последним, друзья. с гостями прощаемся с вами уже увидимся через две две с половиной минут дождитесь